Доброе утро, дамы и господа! В эфире очередная программа «Особое мнение» Нового года. У микрофона и в эфире, как всегда, автор моих передач в этой программе Александр Грант. А речь у нас пойдет, естественно, в продолжении того, что же нам оставил в наследство минувший год и что сулит этот. Но Новый год получил в наследство от старого две войны в Украине и на территории Израиля в полосе газа. И добавившиеся к ним на днях два взрыва в Иране. Об этом мы поговорим позже. Как всегда, начался разбор полетов, то есть того, что и почему произошло в минувшем году и должны ли мы благодарить его или ругать. И, в общем-то, мне запомнилась только такая полуэмористическая реакция канала CNN, где сказали, что, в общем-то, мы должны благодарить 2023 год за то, что в нем нам не пришлось рыть бомбоубежище на своих задних дворах и не пришлось уехать из Соединенных Штатов куда-нибудь в Южную Аргентину. Но почему, делайте выводы сами. В конце года наш президент Джо Байден, который провел эти последние декабрьские дни вместе с первой леди и внучкой, кажется, на Карибском острове Сан-Круа, он сделал предновогоднее заявление, которое было записано, по-моему, за несколько дней до этого. И он сказал, что, в общем, я позавчера озвучил его выступление песней «Все хорошо, прекрасная маркиза», «Все хорошо, все хорошо». Именно так он и сказал, что при его президентстве мы зажили именно так, как один из мировых лидеров прошлого сформулировал, что жизнь стала лучше, жить стало веселее, рабочих мест стало больше, сказал Байден, достаток на столах американцев не убавился, а прибавился, и все даты и так далее и тому подобное. Куда короче и, в общем-то, не так оптимистично, прозвучали слова российского президента Путина, который тоже выступил. Греч, по-моему, его длилось чуть больше трех минут. Он сказал, что Россия объявила Новый год годом семьи и, в общем, убирал на то, что его Россия – это и есть большая семья народов, которые должны жить в мире и согласии. Прозвучало это не очень убедительно, тем более, что в это почти никто не поверил, наверное, и в душе, и сами россияне. Но сегодня я начну не от этого. Я вернусь все-таки на территорию наших благословенных Соединенных Штатах. И у нас есть 67-летний седовласый бородач-либертарианец Джеймс Бовард, политконсультант, основанного им же в 89-м году, и расположенного в городе Фэрфакс под Вашингтоном в штате Вирджиния, фонда «Будущее свободы». Бовард, автор девяти книг, и в последней, которая называется «Последние права. Смерть американской свободы». И вышла в ноябре этого года. Он утверждает, что сегодня у американцев свобода, как он написал, «быть обкраденным, ощупанным, подслушанным, уколотым, подвергнутым цензуре, поставленным на учет, избитым, оскорбленным, задержанным и, возможно, даже застреленным агентами федеральных властей». Это его цитата. Бовард пишет, что наши политики защищают нас от всего и всех, кроме дяди Сэма, и спрашивает, не превратилась ли Америка в демократию у клетки, в которой избиратели просто ратифицируют очередное попрание их прав и свобод. Сетевая энциклопедия Википедия отмечает, что в своих лекциях и политических комментариях Бовард приводит примеры мотовства, кумовства, неудач, коррупции и злоупотребления властью нашего правительства. Это цитата из Википедии. Избранный при президенте Трампе член Верховного суда Нил Корсыч, он в свое время предупреждал, что, цитирую Корсыча, «мы живем в мире, в котором все было криминализировано и что теперь федеральными считаются больше 5200 уголовных преступлений, которые раньше были разбросаны по кодексам штатов и местностей, и что больше 36% уровня 900-х годов, уже не говоря о десятках тысяч преступлений по законам штатов, графских городов, стали федеральными. Больше законов, пишет по этому поводу Джеймс Бовард в своей последней книге, это значит больше нарушителей, которых можно строго наказывать и в результате за год в нашей стране арестовывают больше 10 миллионов человек на федеральном уровне. По мнению Верховного суда, по решениям, вернее, Верховного суда, полиция может задерживать даже за такую малость, как незатянутый ремень безопасности в автомобиле. А наши основатели, отцы основателей, напоминает Бовард, называли право на землю, то есть на недвижимость, реал-эстейт, хранителем всех остальных прав. А сегодняшние политики не упустят случая, пишет Бовард, позарятся на имущество частных граждан. За несколько десятилетий, прикидочно подсчитал Джеймс Бовард, полмиллиона граждан были ограблены федеральным правительством, федеральными властями, вернее, на принадлежащих государству тротуарах, автострадах и аэропортах. Каждый год у жителей Соединенных Штатов по федеральным обвинениям власти отбирают больше имущества, чем это делают воры и грабители, пишет Бовард. За предполагаемые нарушения в бумагах и налоговых ведомостях служба АРС заморозила на счетах частных банков больше денег, чем их досталось грабителям банков. Из-за луж, рытвин и других подобных преград, продолжает Бовард, федеральные бюрократы не дают землевладельцам застраивать фермами и зданиями акры их собственности. Это, так сказать, бескровно. А с другой стороны, пишет Бовард, с начала 21 века полиция Соединенных Штатов убила больше 25 тысяч граждан, подавляющее большинство которых, я уверен, того заслуживали, но федеральные власти не удосужились представить точные данные. Такая статистика не ведется. Отряды полицейского спецназа применяли кувалды, которыми взламывали двери, светошумовые гранаты при нападении на 50 тысяч домов и квартир в год. И обычно это приводится в ужас граждан, подозреваемых в преступлениях, в основном тяжких преступлениях, но и в преступлениях, которые состоят из росписи стен, граффити или уличные игры в покер. Во многих городах полицейские, написал Бовард в своей книге «Смерть американской свободы», полицейские были уличены в том, что они подкладывали задержанным оружие, а в коррумпированных полицейских лабораториях фабриковали десятки тысяч липовых осуждений за наркотики. Полицейские профсоюзы имеют больше влияния на политику правительства, чем кто-либо, по части неправомерного применения или электрошокеров, или иных спецсредств. Несмотря на постоянные обещания реформ, пишет Бовард, большинство полицейских, которые терроризировали мирных граждан, автоматически остаются безнаказанными, а федеральный апелляционный судья Дон Вилет упомянул о свободных от Конституции зонах, где конституционные права граждан нарушаются руками федеральных служащих. Законные владельцы огнестрельным оружием, по словам Боварда, становятся быстро растущим классом уголовников. И один штат за другим принимают законы по принципу «покажи нам оружие, а мы найдем за тобой преступление». Федеральная прокуратура, продолжает он, считает преступниками все 20 с лишним миллионов американцев, которые владеют оружием и курят марихуану. За исключением до последнего времени составлял разве что сынок Джо Байдена. Пока федеральные службы вооружаются, президент Байден призывает разоружить 50 миллионов американцев, у которых есть лицензии на полуавтоматические пистолеты и карабины. Но читая все это на фоне того, что происходит, что сообщается и о чем мы знаем, можно, конечно, усомниться в здравомыслии автора, который не щадит ни правых, ни левых, но его статистика оказывается верной, а доводы вполне разумными. Во время, когда иностранные демократии падают как костяшки домино, может ли Америка избежать электорального деспотизма, которого так боялись наши отцы-основатели, резюмирует Джеймс Боуэрт. И первым шагом к восстановлению свободы, по его мнению, следует признать чрезмерность власти политиков. Но гарантировать свободу может только мужество граждан, считает он, которые откажутся от оков. Но толковать это, как призыв к малейшей форме неповиновения или насилия, Джеймс Боуэрт категорически не рекомендует. Ну, и я того же мнения. Вот, в принципе, эти темы, наверное, не станут основным доминирующим резоном сегодняшнего обсуждения. Итак, в мире и в наших Соединенных Штатах сейчас, в принципе, идет война, непрерывная война. Война двух культур, двух цивилизаций, двух идеологий, двух экономик, а вообще двух ли или больше? И на эту тему я тоже хотел бы сегодня не столько поговорить, сколько поинтересоваться мнением знающего человека, который и будет нашим сегодняшним гостем. Многие из вас его хорошо знают. И когда меня попросили вкратце подписать, кто же он такой, я пришел в заблуждение. Википедия и другие сайты, на которых он присутствует во множестве ипостасей, определяют его как физик-теоретик, философ, бизнесмен, автор более ста научных статей, множество журнальных и газетных публикаций, нескольких романов и пьес, а также больше двух сотен песен. Так получается, что это и физик, и лирик. Но представлю его и попрошу, в общем-то, определить самого себя вкратце. Это Юрий Борисович Магаршак, которого я здесь, в Нью-Йорке, знаю несколько десятков лет, по-моему, три десятка. Юрий, не так ли? Похоже на это. Похоже. Итак, наш сегодняшний гость Юрий Борисович Магаршак, у которого я, в общем-то, и спрошу, прежде всего, как он расценивает минувший год для себя лично, для Америки и для мира, а потом мы уже перейдем к более уточняющим вопросам. Итак, Юр, как тебе минувший год? Ну, мне кажется, что цивилизация идет в никуда и серьезнейшим образом заблудилась. Причем, я не знаю, как в Азии, но в Европе и в Америке определенно. Ну, о нашей советской родине и говорить нечего. Примерно так, если в одном предложении. Ну, наверное, оно прозвучит неубеждающе, но обнадеживающе. Юр, скажи, пожалуйста, когда мы говорим об этой войне, которая не стихает? Можно ли говорить, что она не стихает вот с той самой поры, когда Каин убил Авеля? Или мы перейдем все-таки на последние кровопролития? В большей степени на полях Украины, в меньшей степени в Израиле, включая полосу газа. Я не ожидал, что ты что-то спросишь по поводу того, что ты читал о Джеймсе Боварде. Но если ты говоришь, гибридной войны, в буквальном смысле этого слова, по-моему, никогда не было. То есть всегда вооружение и войны играли первую роль. Хоть в Древнем Риме, хоть во времена Гитлера. И то, что сейчас лидирующим в России является не Министерство обороны, а Лубянка, но с ее представителем в Кремле, это резко меняет ситуацию. Например, вот открытые границы в Америке на юге. Я не слышал, чтобы кто-то обсуждал очевидную вещь, сколько туда засылается не просто преступников или тех, которые сейчас орут «Kill Jews», в Нью-Йорке, что безобразие, но сколько из них граждан, а сколько приехало, никто не проверял. Но то, что гибридная война имеет много фронтов, которые не являются вооружениями, ну, например, начало войны в Израиле, как-то очень совпало с тем, как это надо было Владимир Владимировичу Путню, чтобы отвлечь от войны в Украине. И мы видим, что даже наш Конгресс несколько затормозился из-за других проблем. Но вот мы видим просто, в Нью-Йорке очевидно, это отдельная, но важнейшая тема, что происходит, чему что-то радоваться. Но я просто убежден, что засылка, кроме случайных там мексиканцев, которые идут якобы там поработать, а засылка самых разных с гибридной войны. Это один из фронтов гибридной войны, безусловно. Или, скажем, тот, как изменился канал культура. Культура – это фронт гибридной войны Путина, совершенно очевидно, в которой суверенная культура одержала победу. Я лично смотреть больше канал культура не могу, хотя раньше посмотрел, посмотрел, как вообще каждый. Юр, ну, естественно, существует вечное правило под вопросительным знаком, что после каждого чрезвычайного происшествия возникает вопрос, кому выгодно. Кому это выгодно. Естественно, что то, что происходит сейчас, так или иначе, ставится на пластину двух весов. Выгодно ли это Путину или выгодно ли это коллективному Западу? Нападение хамасовцев на Израиль 7 октября, безусловно, было выгодно Путину. Безусловно, было выгодно Путину, хотя бы потому, что оно отвлекло большие деньги, относительно большие деньги, которые предназначались на войну с ним в Украине. Отвлекло это на траты, на необходимые траты, не только на вооружение Израиля, которому мы и так оказываем по договору примерно 3 миллиарда долларов в год помощи, но это отвлекло внимание на содержание наших двух авианосцев, авианосных групп, истребителей, вооруженных десантников, которые, в общем-то, предназначены для возможных действий уже в новом регионе. Конечно, это выгодно сегодняшней России. И ты, по-моему, об этом тоже говорил. Ну, пока мы обо всем кратко, и мы даже не начали говорить о том, о чем я более-менее собирался. Но обрати внимание, что локальный, казалось бы, конфликт с Хамасом, который, кстати сказать, пообещало правительство, что будет еще как минимум год, интересна причина всего-навсего Хамас, но тем не менее. Но он сразу был переведен в мировую войну. Как-то это не очень связывается, но обрати внимание, что происходит в Красном море, а, скажем, в Соединском, соответственно, Советском Канаде. Шиитские, вьеманские, так называемые повстанцы, они прервали, что нормальное судоходство стали вдруг. Но сделали они это буквально в тот же или на следующий день после нападения Хамаса. И об этом как-то не очень говорится. Но дело в том, что это мировая война. Есть разница между тем, идут ли корабли через Суэц или вокруг Африки. Насколько подскочат сразу все цены, это вообще совершенно другая ситуация. Значит, туда сейчас подъехала американская эстра, скадра, хотели 50 стран, там сейчас 10, это тоже немало. Предупреждают их, что если еще будут, то тогда будут последствия, а почему не сразу. Но я хочу просто обратить внимание, что кто это координировал? Два кандидата, Иран и Россия. Кстати, Иран и Россия соединены со времен завоевания Иваном Грозом Астраха. Казалось бы, при чем здесь Астраха? А при том, что с этого момента прекратился Великий Шелковый Путь и до сегодняшнего дня, и две страны, Персия и Россия, перекрывают все пространство между Азией и Европой, от Северного Ледовитого океана до Индийского, не оставляя даже строчки. Кстати говоря, Иран был Персией на протяжении почти больше 4 тысяч лет. Обычно не говорится, что это он вдруг стал Ираном. А стал Ираном благодаря товарищу Гитлеру, который послал в 1936, если не ошибаюсь, году послание Персию о том, что он признает их арийцами. Им это так понравилось, что переименовали страну Ариев. В переводе с Фарси Иран. Это любопытно. Вот это такое двоица, Иран-Россия, она диктует, а вот кто вообще перевел, кто организовал. Хамас считается, что им управляет Иран. Но полетели они сразу после этого не в Тегеран, а в Россию, якобы для того, чтобы освободить заложников. Заложники как бы не освобождены, а о чем там говорили, непонятно. Но одновременно с этим вдруг опять-таки шиитские повстанцы еманские начали мировую войну. Казалось бы, такие, простите, говнюки маленькие, что? Но дело в том, что судоходство-то, оно идет через узкий водный коридор, который очень близок к этому самому Еману. И они нарушают мировую торговлю. Это, в общем, сразу мировая война. Понимаете? Пока эта война носит, так сказать, защаточно-экономический характер, потому что это влечет за собой гигантские расходы и страховых компаний, и судоходства, и прочих. Это мы все уже переживали. Мы видели эти вооруженные пулеметами катера пиратов, которые нападали на танкеры. Это все было и до войны. Но смотри, вот если мы говорим о войне двух цивилизаций, имея в виду, очевидно, цивилизацию иудео-христианскую, иудео-мусульманскую, можно ли говорить, что сейчас она продолжается? Или сейчас это уже не носит такой религиозный характер? Ну, вот смотри. Во-первых, откуда, почему так быстро распространился ислам уже в следующем поколении после пророка? Это тоже интересно, потому что он распространился там, где замечена империя Александра Македонского. Западная римская империя рухнула за несколько веков до этого, восточная существовала, вот, но эти народы явно не принимали троица, они давно жили при единобожии, не только христианском. И вот такая история. Теперь ислам распространился очень серьезно, но начиная, наверное, с 18-го, потом, ну, в 19-м веке практически весь мир подчинился христианам, и Африка, и весь Ближний Восток. Поэтому ненависть к белым, вообще к белому человеку, к европейцу, она у них в крови, причем в Африке тоже, об этом не очень говорится. Но когда вот только что рождественскую ночь, мои друзья, один из которых американский луэр, не русскоязычный, а просто американский, с женой приехали туда, они не смогли подойти к рождественской елке, к катку, потому что стояла многотысячная толпа, исламская, окруженная полицией, которая их защищала, еще раз, то есть она, полиция, придавала легитимность, и в мегафоны несколько человек, там на Розеях было много, что один мегафон не охватывал, несколько улиц, выкрикивали лозунги, наиболее впечатляющие, из которых был «Kill Jews», и все кричали «Kill Jews», но при этом никого не арестовали, никого не, тысячная толпа. На следующий день он прочел, что шесть человек полиции задержаны. Что после этого они получили, их отпустили, или штраф, или не сказано, шесть человек, и тысячи. А им выдали повестки в суд, их обвиняют в нарушении общественного порядка. Это мисс Деминнер, который практически грозит только штрафом. Вот, так что я отвечаю на это, что сейчас, конечно, и война, если назвать эти, я думал, ты русскую назовешь, русскую цивилизацию трудно назвать цивилизацией сейчас. Но исламский мир, конечно, да, он миллиардный. Вот. И сейчас мы видим, что творит, зачем далеко ходить, когда мы можем остановиться на Нью-Йорке. Но позволь, я вернусь к тому, что ты начал, и меня почему-то не золото никакого вопроса. Демократия у клетки. Да, да. Значит, я не читал книгу, знаете, я Солженицына не читал, но вот, я читал только ту статью, что ты прислал и сегодня прочел. Но основываясь на это, я могу сказать, что статья это правильно, но не верно. Значит, такое сплошь и рядом бывает. То есть, по отдельным фактам вроде бы, вроде бы, похоже на истину, и вроде бы, да, факты приводятся. Вот, но общий вывод, по-моему, совершенно противоположен тому, что происходит. Ну, вот в Нью-Йорке, скажи, пожалуйста, Саш, вот он говорит о засиле полиции, правительства, значит, затыкании ртом и так далее. У тебя довольно резкие передачи. Скажи, к тебе когда-нибудь приходили днем или ночью с арестом, с вручением повестки, за то, что ты говорил, с обыском? Было такое? Нет, я, в отличие от Боварда, я чрезвычайно благодарен Нью-Йоркской полиции за то, что она делает, хотя я ежедневно почти замечаю какие-то жалобы на ее работу, но это, очевидно, такие же неизбежные издержки производства, как, по большому счету, скажем, гибель палестинских детей. Тут ничего не поделаешь, у войны свои законы, и у войны с преступностью тоже свои законы. Но Бовард берет только федеральные власти и федеральных правоохранителей. Он не говорит о городских, о местных, о полиции штатов, о полиции, только-только федеральные власти. А федеральная полиция, это полиция, которая охраняет федеральные учреждения от Конгресса и ниже, суды, и то Верховный суд только, и там, я не знаю, в федеральные парки. Так что у него своя статистика, которая очевидна. А когда он говорит об этих кувалдах, которыми вышибают двери, да, действительно, вышибают двери. Но это опять-таки диктуется оперативной необходимостью. Он перегибает палку, но у него уж такая линия. Ну, послушай, когда у человека есть линия, это значит, что у него нет головы, потому что линия это нечто одномерное. Вот то, что он говорит, в принципе, можно набрать любые факты, но при этом быть абсолютно невневерным. Значит, из того, что он говорит, видно, что в Миннеаполисе были правы, разружжив полицию, по-моему, вообще ее там уничтожили. Он этим, я думаю, очень доволен, хотя и не говорит. Кстати говоря, вот Флойда, которого убили, вот мне объясняют врачи, что его никак не могли убить таким образом, со спины это обучают просто полицейских, когда сзади к ладону, значит, там слон должен наступить, чтобы что-то сломать насмерть. Он был под наркотиками. Но офицеры этого вот недавно, на той неделе, что ли, просто многими ножевыми ранениями в федеральной тюрьме ранили, а, по-моему, мы уже его убили. То есть он от этих, по-моему, скончался. Все это не очень нормально. Но я хочу сказать, что происходит полностью противоположно. Что полиция, полиция, она лишена права действовать так, как она должна. Полицию совершенно запугали. Начиная с того, что происходило в Миннеаполисе. А теперь. Происходило разграбление магазинов. Мы видели их в Нью-Йорке. Назову этому. Понятно, чьи жизни мэтр, а чьи нет. Но дело в том, что никого не посадили, как я понимаю. Может быть, одного человека, но вообще никого. Но это считается такой борьба за справедливость. Магазины получили страховку, и это все на тормозах прошло. Теперь, если в магазине кто-то украл теперь сумму несколько меньше тысячи долларов, то ты невиновен можешь идти гулять. Мне прислали слайды, я потом пошел, не слайды, а видео. В соседнем со мной в супермаркете роскошном ходила дама с светом кожи, которая поглощает солнечный свет, весом примерно 150 килограммов, 300 паундах, с обнаженной грудью какой-нибудь там девятого размера, и скидывала на пол все подряд, то есть скидывала огромное количество. Я знаю этот магазин, там и охрана и все прочее, а главное это от полиции 30 секунд, полиция за углом. Продолжалось это видео 5 минут, и потом подошел, никто ее не трогал, в итоге она благополучно, как я понимаю, ушла, в магазин и не знаю получил ли страховку за то, что она изуродовала или нет, но считать, что это произвол полиции, вот это вот характерно, вот именно это, это совершенно нелепо. Сеньор, поскольку сейчас нам надо будет уйти на рекламу, я тебе под завязку этой темы задам такой вопрос, вот пример того, что творится у нас в кампусах, в университетах, я сейчас уже не говорю, что антисемитизм или антисионизм, а другое, когда вот этих трех дам президент допрашивали, кстати, две из них уже ушли в отставку или вынуждены были уйти в отставку, а третья подумывает, вот они, в общем-то, на вопрос нашей конгресс-вумен-республиканки, допускают ли они вот все это безобразие, они ответили, в общем-то, они сошлись в мнении, что насилие, определенное насилие, как форма сопротивления, оправдано, то есть violence это resistance, вот ты согласен в какой-то степени, а это пойдет, это уже пойдет к тому, к айну и авелю, насилие и сопротивление насилию, как контрнасилие. Если я дашь возможность, после перерыва я скажу цитату из Спилборга, который недавно по этому, он вопаду высказался, а сейчас я скажу очень кратко размышление, равенство это или нет. Мой друг, просвещенный человек, он посмотрел, кто руководит вот эти три женщины, кто руководит всеми университетами Лиги Плюща, да, и самыми известными, вот, из 20 университетов 18 женщин. Сколько из них калор, и нет калор, это тоже больше половины. Это информация к размышлению, является ли это равноправием, или, наконец, наступил матриархат, которого раньше никогда не было. Ну, хорошо. Тогда я просто завершу эту тему, что когда эту гражданку гей все-таки уволили с президентства, и она начала говорить, что это сделали только потому, что она черная, то на 44-м канале, ведущей программы The Five, пятерки, он сказал, правда, не ей, а он сказал это телезрителям, что если бы я с ней беседовал, я бы ей возразил, что расизм не в том, что тебя уволили, а расизм в том, что тебя назначили президентом. Ну, друзья мои, давайте сейчас прервемся на пару минут, а потом продолжим беседу с Юрием Борисовичем Магаршаком. Вам нужно получить увеличение часов по уходу, а вам в этом отказывают? Human Care стопроцентно добьется увеличение ваших часов. У ваших родных деменция, болезнь Альцгеймера, Паркинсона, и вы хотите, чтобы они жили в своем доме, а не в доме престарелых? Human Care добьется для них квалифицированного ухода 24 часа в сутки. Профессиональная помощь от Human Care. Звоните прямо сейчас Чтобы вкусить все прелести города Большого Яблока, нужно иметь крепкие зубы. А чтобы иметь крепкие зубы, нужно иметь крепких донтистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат. Майклс Фармаси поздравляет вас с Новым Годом и приглашает за покупками. Огромный выбор подарочных наборов, европейский текстиль и посуда самого высокого качества не оставят вас равнодушными. А подобрать правильный подарок поможет многоязычный персонал аптеки. Аптека самая лучшая в Нью-Йорке. Приходите и вы быстро поправите. Я никакую другую аптеку не хожу, потому что все, что стоит надо мне, я все беру отсюда. Майклс Фармаси специализируется на медикаментах, избавляющих от боли, а также применяемых при диабете и артритах различной степени тяжести. Многие медицинские товары, включая ортопедическую и диабетическую обувь, доставляются из Германии, Испании и других стран. Сотрудники аптеки помогают пройти визуальный тест для получения водительских прав, четко и своевременно решают все проблемы, связанные с заказом лекарств и доставкой их на дом. Майклс Фармаси не только экономит ваше время и деньги, но также дарит праздничное настроение. С Новым Годом! Майклс Фармаси 718-921-877-77 Ресторан МАЭД гордится изысканной кухней и эксклюзивными блюдами исключительно из органических продуктов. В МАЭД проводятся мероприятия для детей и взрослых. Ваше неповторимое торжество пройдет в уникальной обстановке с дизайнерским оформлением по вашему выбору, а кулинарные шедевры ресторана удивят вас и ваших гостей. В МАЭД работает Крафт-студия. Более 20 классов для ребят дошкольного и школьного возраста. Приводите своих детей и внуков. МАЭД это удовольствие для всей семьи. 929-410-22-99 Центр диализа Сикрест проводит процедуры очищения и фильтрации крови, выводы из организма излишней воды и токсинов. Если вам или вашим близким нужна эта жизненно важная процедура, вас ждут в диализ-центре Сикрест в Броклине. Процедура проводится на новых современных аппаратах, в комфортных условиях и под наблюдением специалистов. Центр диализа Сикрест уход, забота, внимание и комфорт. И еще раз здравствуйте, дамы и господа. Напоминаю, что вы смотрите программу «Особое мнение», а этим мнением сегодня с вами делятся двое. Это его ведущий Александр Грант и гость нашей сегодняшней передачи Юрий Борисович Могаршак, которого я уже вкратце определил как физико-теоретика, философа, бизнесмена, автора более ста научных статей, множества журнальных и газетных публикаций, нескольких романов и пьес, а также более двухсот песен. Но могу добавить, что он академик и что он главный редактор одного из изданий. И так вот, Юр, возвращаясь к книге Боварта, с которой я начал, он, в принципе, приходит к мнению и предлагает это мнение нам с вами, что наши федеральные власти, повторяю, федеральные власти, приобрели слишком много невлияния, влияние допустимо, а давление на общество в такой степени, что это уже противоречит нашей конституции. С этим можно согласиться или нет? Мне кажется, нет. То есть, как? Естественно, понимаешь, у меня такое ощущение, что этот человек, которого, цитируешь, он был сторонником фильмов о вестерне. Ему очень нравится вот такая ситуация, когда, если что, давайте стрельнем с пистолетом. Если помнишь, когда мы приехали, когда говорили с адвокатами, за ними стояла вообще целая полка законов. Да, да, да. И это совершенно нормально. Если законов становится больше, опять-таки, это понятно, развиваются технологии, возникают новые бизнесы, новые ситуации, возникают новые законы. У меня впечатление, ну, одновременно с тем, что по отдельным фактам он говорит правильно, но происходит полностью обратное, что все пошло в разнос. И конкретно мы живем в Нью-Йорке, с тобой, наши слушатели помогут в разных штатах, то, что сейчас допускается, это вещь невозможная. Ну, например, вот те же самые сторонники Хамаса, они после выступления в центре Нью-Йорка, и, кстати, в новогоднюю ночь они на Таймсквейн не дали, они заблокировали окружающие улицы, тоже скандировали, но после этого они забаррикадировали два нью-йоркских аэропорта, через день после этого, Кеннеди и Лагвардию, и многие люди не смогли вылететь в отпуск. И вчера это повторили, правда, кажется, что вчера уже делали какие-то коридоры для тех, кто должен улететь, и не всех пропускали. Но что это вообще такое? Это как полиция может что-то допускать. Причем здесь слишком большая сила полиции. Их запугали совершенно. Я не говорю, что они ангелы, но они не выполняют очевидных вещей. Например, я увидел тут, это было в конце лета, здоровый молодой парень бил троих рыбаков лет 80 каждый. Я взял, позвонил в полицию, а полиция на берегу стоит метрах в 500. Я увидел, что машина стоит. Они приехали минут через 10, собрав машин пять. Один из них, вот этих стариков, просто меня вообще к ним шел, а он весь в крови. То есть лицо в крови, шея в крови. Ну как? Ну просто страшно смотреть. Они с ним поговорили, потом подошли с тем человеком, и как-то миролюбиво ушли. Это вообще что такое? Хотя все это были не расовая проблема, все были белые. Я хочу процитировать Стивена Спилберга, который выступил на днях, этого мы знаем, лауреат премии Оскар, великий кинорежиссер, и он заявил в интервью позднему шоу со Стивеном Кольбером, что, цитирую, антисемитизм сегодня поднялся до такой степени, что он больше не скрывается, а стоит гордо, как это было в Германии в 30-е годы прошлого века. Конец цитаты. А вы знаете, это ведь совершенно правильно. И дальше говорится... Нет, я с этим полностью согласен, потому что я вижу аналогии с кострами из книжек, которые происходили в Берлине и других немецких городах тогда в начале 30-х годов. И чем все это кончилось, это мы все прекрасно знаем. Но вот ты говоришь о этих маршах протестов, ведь подсчитано, что с 7 октября, когда Хамас напал на Израиль, у нас в Нью-Йорке происходило примерно по 5 массовых выступлений про хамасовцев в день. 5 в день. Это от больших до малых. И этих самых красно-черно-зелено-белых палестинских флагов на улицах американских городов сейчас в разы больше, чем американских. Я уже не говорю про израильские флаги солидарности, чем наших американских. Ты говоришь о массовых протестах у аэропортов, где действительно 26 рейсов в JFK были задержаны из-за того, что экипажи самолетов не могли проехать вовремя для того, чтобы приступить к обязанностям. Я тебе вспомню, что в Рождество были массовые марши протестов, так значит наша конгрессвумен Александрия Кешио-Кортес она заявила, что в общем-то надо исходить из того, что младенец Иисус родился на территории Палестины, потому что Вифлеем это палестинский город, в годы, когда местные власти, то есть иудейские власти убивали невинных младенцев. То есть подоплека вот такая была. А по Пятой авеню прошла предрождественская контрдемонстрация и там значит эти пропалестинцы в этих клетчатых шарфиках они вчетвером несли носилки изображающие богоматери с младенцем. Богоматерь была в парандже и в руках держала завернутого в кулек якобы убитого палестинского младенца. И это происходило в рождественскую ночь в городе Нью-Йорке. Потрясающая история. Ты знаешь я процитирую еще две строчки Спилберга потому что человек мудрый и человек которого слушают. Итак я продолжаю цитирую. Ненависть стала своего рода членством в клубе в котором появилось больше членов чем я когда-либо мог представить себе в Америке. А ненависть и антисемитизм идут рука об руку. Вы не можете отделить одного другого. Значит ты понимаешь сама это мудрые слова. Дело в том что ненависть она легко перейдет от евреев на кого-то другого. Ну скажем то Суэцкий канал где там евреи когда стрельцов похищают и захватывают корабли самых разных стран. Такая вот ужасающая история. То есть ненависть становится мейнстримом. И если это полностью противоположное тому что говорит вот этот человек которого цитировал но мне это не важно а важно по сути необходимо предпринимать самые серьезные меры потому что цивилизация может сковырнуться очень быстро. Скажем так произошло с Древним Римом который значит в 394 году были запрещены философские школы театры олимпийские игры термы и так далее а уже через 16 лет Рим был захватен Алаехом. Вот так что надо понимать насколько все опасно и я хочу повторить по улице я слушаю радио и горделиво у нас наши нью-йоркские власти сообщили что в этом году ни с того ни с сего как бы сообщили что сумасшедшие дома то есть медицинские учреждения направлены на 30% больше чем в прошлом я думаю почему они говорят когда стало невозможно ходить по улицам днем потому что кругом какие-то совершенно больные люди которых раньше не было и они устраивают целые бивуаки там по 20-30 человек поэтому забули про то кого мы цитировали но ты знаешь я хотел бы сказать еще о другом но это все в ту же сторону вот я сегодня читаю на BBC я сейчас буду по ходу дела переводить с английского на русский значит оказывается вот несколько раз уже выдвигают против Маска и его компании в частности Space X всяческие обвинения так что он потворствует сексуал гараздством и так далее но вот сейчас я цитирую в августе американский департамент Justice значит как он называется юриспруденция засудил Space X потому что они якобы дискриминировали refugees значит беженцев и ищущих убежище при объеме на работу на что Маск ответил американский закон требует от нас чтобы у сотрудника была как минимум гринкарта потому что наши технологии секретные и они работают на Америку послушайте американский департамент как он называется Justice Министерство юстиции Министерство юстиции значит он судит за то что компания ну явно супер и должна быть секретной как атомный проект это новые типы оружия за то что они не то что дискриминируют при приеме на работу незаконных иммигрантов которые значит пересекают границу я уже говорил что среди этих иммигрантов просто трудно предположить если бы нам дали поговорить об этом и сообщить Нью-Йорк Таймс вот если бы мы были в Лубенке то кого бы мы посылали ну конечно посылали не только шпиона а посылали бы и те кто раскачивает всю ситуацию инженеров которые могут воровать технологии в самых разных направлениях и в частности вот такие то что сейчас происходит с мусульманами на финскую границу желает на велосипедах огромное количество мусульман чтобы они значит ее пересекали якобы как беженцы а почему на американскую думают что этого не происходит значит то что мы видим является происходящее абсолютным безумием мне совершенно непонятно позиция демократической партии которая как говорят не наводит порядок это вообще что это такое как это вообще просто открытые границы для всех для наркоманов для преступников для шпионов для кого угодно и естественно вот среди тех кто сейчас выступает среди мусульман а мы знаем сколько из них нелегальных иммигрантов которые пересекли границу значит у меня ощущение конечно какие у тебя я думаю очень серьезные тревоги Юра а не кажется ли тебе я опять таки возвращаюсь к этой самой бровардиане но уже не в американском а в общемировом масштабе не кажется ли тебе на сегодня что понятие демократия которая в общем применима ко всем так сказать разумным странам с нормальным политическим устройством что нашей мировой демократии на сегодня стало не хватать зубов что она должна все таки быть пожестче потому что вот эта умягчающая либеральная политика соболезнования униженным и оскорбленным она обернулась очень серьезным боком ну по видему и то что ты говоришь но у этого есть еще одна сторона афинская демократия она ведь работала только для афинских граждан то есть не просто для греков которые родились в афин рабы не имели права голоса гости которых там было полно и так далее значит вопрос кто голосует и если ты понимаешь что демократия американская французская они в общем-то базировались да на людях разных взглядов но примерно одной культуры которые столетиями жили в этой стране а когда в страну приезжают люди там французы имеют полтора ребенка а эти люди имеют семь и то же самое происходит в Америке то среди кого демократия то есть ты понимаешь демократия теряет свой смысл в таком условиях когда приходят люди которые не хотят принимать ценности страны в которую приехали поэтому нужна ли именно такая демократия кому позволено голосовать и как потому что это не священная корова понимаешь надо помнить что первая демократия мира афинская она убила первого философа мира Сократа совершенно демократически это был первый смертный приговор лучшего демократия не нашло но вот но это предупреждение и нашему времени короче первое это по каждому из этих вопросов нужно и должно говорить подробно и не только вдвоем а приглашать людей которые имеют другие мнения понимают лучше или теперь по поводу теперь по поводу прекращающейся войны двух цивилизаций на примере ближнего востока возможно вот насколько реальное опасение и соединенных штатов и членов блока НАТО опасение того что вот эта борьба израильской армии с бандитами Хамаса она во первых беспреспективна потому что с уничтожением на территории полосы газа конкретного числа известных членов этой бандитской организации они так сказать не искоренят ее существование она возникнет за пределами полосы газа мы помним что Аль-Каида обучала своих боевиков в высших учебных заведениях федеративной республики Германии других европейских стран и так далее то есть это зло как бы неискоренимо и одновременно возникает боязнь того что называют межарабская солидарность что возникнет вот это самое мнение которое по-русски звучит наших бьют и когда убивают ни в чем не повинных палестинских граждан которые якобы оказались неповинными потому что они там живут на седьмом этаже а на четвертом этаже штаб-квартира Хамаса и вот их жертвы вызовут гневную реакцию в других арабских или мусульманских странах насколько это обосновано и насколько возможно вот это противоставление объявления плохих арабов как бы еретиками в противовес хорошим мне кажется ситуация намного хуже чем это ты помнишь что заговорили неожиданно о глобальном юге казалось что Путин кстати говоря интересно что Путин поддерживает шиитов в то время как практически все мусульмане в России суниты которые шинитов не переваривают как это все сочетается ответ никак просто тем затыкают рот и так и продолжается но каким образом Чечня может поддерживать шиитов ответ никак вот но ситуация еще хуже потому что вот такой глобальный юг который вдруг оказалось огромное количество стран он никак не поддерживает не только НАТО Евросоюз но и белого человека то есть все это запросто может вылиться евреи это лапмус бумаж так лицо уже несколько тысяч лет я когда-то говорил что это ось мировой истории это не я сказал но я говорю что вы спирали мировой истории вот ну она легко перейдет на белого человека как такового а в этой ситуации белых людей везде меньшинство и ты посмотри что творится в Нью-Йорке где рот не дает раскрыть того что мне кажется надо же иметь прагматизм ты понимаешь удивительное количество людей здесь считает что ценности они приходят сами по себе вот давайте поделим давайте давайте пустим еще миллиард человек но они же сами по себе не приходят они были не просто созданы трудом а происходило это благодаря фундаментальным принципам говорилось иудео-христианской цивилизации еще раз иудео-христианской цивилизации а сегодня якобы отделяют иудейскую часть от христианской но на самом деле эта война идет и с теми и с другими поэтому есть много причин по которым человечество может вообще рухнуть к сожалению и 80 лет назад это было только ядерное оружие а сейчас их много от векторологического до искусственного интеллекта и то что до сих пор не принят ни один сигнал который можно предположить похлон разумной цивилизации это настораживает это Фейнман заметил еще в 70-е годы он был первым кто предложил искать в космосе сигналы это было в 50-е но в другое из том что их нет а сейчас мощности телескопов радио так они называются приемников они в миллионы раз больше чем были и все равно нет ни одного сигнала и вот тогда еще Спилберг предположил что все цивилизации просто себя на определенной стадии уничтожают сами уничтожают и никак невозможно спасти тогда это было только ядерное оружие а сейчас опасностей много и борьба цивилизации о которой мы сейчас говорим только одна из них с одной стороны я полностью с тобой согласен и в мире появилось гораздо больше видов смертоносного оружия и по масштабам и по быстроте воздействия чем было раньше с другой стороны можно предположить и в общем так оно и предполагается что цивилизация она развивается все таки в сторону человеколюбия а не человеконенавистничества и каждая новая формация она как бы гуманнее и гуманнее с другой стороны она все смертоноснее и смертоноснее и вот это теория упреждения и удара то есть вера в то что мы обладаем смертоносным оружием и поэтому на нас никто не нападет из боязни что мы его применим и с той и с другой стороны насколько это вообще так сказать ну варьируется и насколько это граничит с термином человеколюбия то есть цивилизация в общем-то она создана для того чтобы самоуничтожиться или самовозродиться потому что я сегодня уже слышу представление и прогнозы политологов допустим о том что творится на Ближнем Востоке что надо надеяться на генерационную мутацию что пройдет 3-4 поколения и они образумятся они утихомирятся они поймут что поскольку на их столах больше похлебки то надо хлебать это варево а не убивать друг друга Юр ну мне кажется очевидным что мысль о том что человечество становится добрее и гуманнее никак не соответствует ну например шидизму спроси любого психолога или психиатра этого не с чего просто этому получаться предполагается что культура этому способствует а где эта культура люди перестали ходить в оперные театры и на балеты и даже перестали читать литературу поэтому ясно совершенно что культура в обычном смысле она просто почти ликвидирована играют в игры значит 90% теперь скорости компьютеров нужно для того чтобы играть в какие-то игры которые что развивают непонятно поэтому я не могу сказать я оптимист или нет посмотрим единственное я думаю что вера во всевышнего который каким-то образом может нас спасти это единственное которое что может удержать от всеобщего уничтожения мне кажется это довольно очевидно к сожалению но это так ну будем считать что это оптимистическая точка зрения это самое оптимистическое что я слышал за последнее время но ты наверное видел как мы все видели вот этот юмористический наскальный рисунок о прогрессе и регрессе человека которые от неандертальца проходят разные стадии развития и по анатомии и по одежде и по всему доходит до определенного уровня а после этого идет обратный регресс к тому же неандертальцу только эмоции он уже выражает не всхлипами обезьяньями а лайками сердечко там я не знаю цветочек но он уже лишен необходимости изъясняться словами ну я не уверен что во времена неандертальцев и наших предков люди были хуже и что было больше убийств вообще распространение человека по всему миру оно могло происходить только добром когда приходят в какое-то место помогают друг другу 5 раз при распространении из Африки ну а знаешь вот на этом наверное могло проходить только через землю Израиля нет никакого другого наверное на этом нам придется и завершить сегодняшнюю передачу я благодарю Юрия Борисовича за участие в ней а вас за TOR И ГГБ В ОКОМОЩЕ Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин